как ты считаешь что сейчас заказчик ожидает отдел пи заказчика как всегда один и тот же принцип ничего не меняющий он не меняется уже годами он у него так ничего не должно утекать лишним ничего утекать не должно это единственное требование заказчика но вместе с тем очень долгое время дел пи ставили не в разрыв а просто в режим мониторинга как это мы же не должны забывать о том что любой бизнес-процесс и пристраивая скажем в данном случае ему безопасность не должна мешать вообще рабочему процессу есть да еще будут такие сплетни я скажу так что безопасность мешает работе процессом пока практика специальные специалистов по безопасности уже таков что в принципе в любой психологический процесс даже тот который очень критичен с точки зрения там бизнес каких-то моментов безопасность страивается вполне удачно и гармонично это вопрос уже осознание доверия и умение тех вендор специалистов которые в этом завязаны тема этичности сегодня поднималась на форуме снова внезапно просто здравствуй теплый ламповый 2006 год тогда понятно это было были новые технические решения было не совсем понятно как с как с этим жить обсуждали много на потом вроде забыли вроде привыкли к этому а сегодня опять вдруг опять этичность этичные слежки за сотрудником почему мы снова вернулись к этому вопросу ну мы не будем забывать что есть личный сотрудник есть скажем так корпоративный же сотрудник интересы работодателя также по закону и по его праву должны защищаться и здесь просто тонкая юридическая грань между тем что мы считаем слежкой где мы вмешиваемся в частную жизнь приходя в любую компанию подписываете положение там о кадрах о слушать где как называется там прописано четко чем сотрудник заниматься его функция на что имеет право что обязан да это никогда не идет в разрез с законом и соответственно сотрудник должен понимать да что своими какими-то нечаянными действиями я уж там разлую мысль не говорю может нанести ущерб компании одно сказано не так слова отправлены не так письмо от их слов очень много позволяет вытащить цепочку информации которая нанесет может нанести определенный ущерб компании от этого зависит зарплат сотрудника его премии так далее если уж к этому возвращаться то есть грань грань очень тонкая и должны понимать две стороны назвать этика я бы сказал на этот профессиональный эти каждого сотрудника и профессиональная этика компании поэтому этот вопрос будет вставать очень долго и пока вот две две стороны между собой четко не определят границы да мы будем как бы с этим иметь дело каждый защищать свои интересы сотрудник свою личную жизнь работодатель свою как бы свой бизнес это нормально нормально относишься к тому что твой компьютер могут просматривать читать все что там пишешь при том что у тебя там может быть кроме корпоративной почты еще и там телеграм с личными переписками или еще что-то в первую очередь все технические средства которых сотрудник работает средства работодателя не умеет полное право заниматься просмотром там анализом информации который курсирует между внешним миром и сотрудникам а то и между сотрудниками компании это это нормально личные средства технически ну здесь вопрос насколько не критичная информация находится сотрудника на его личном телефоне хотя я считаю что если работодатель позволяет использовать служебные средства то никаких как бы моральных прав наверно просматривать технические средства сотрудника наверно нет но в случае подозрений да здесь возможно несколько путей развития ситуации многие просматривают даже профили в соцсетях на предмет каких-то постов нет ли них чего-то что может там бросить тень условно говоря на компании или какую-то информацию согласить но здесь да это же публичная информация одной стороны согласен тайну личной переписки никто не нарушает наверное здесь я думаю что это все-таки кому не уровень коммуникации между работодателем и сотрудником до плюс жесткие требования внутри компании и уровень зарплаты которые заплатят сотрудник скажет вот мы тебе даем вот такую стопку денег нам будем читать все что ты делаешь я думаю сотрудник оценит уровень той информации которая у него там в телефоне да и тем что ему заплатят все же риски умеют оценивать поэтому да